В городе прошел региональный день приема граждан. Свои вопросы муравленковцы адресовали представителю губернатора Ямала Валентине Полыновой и заместителям главы администрации Андрею Лукьянову и Елене Молдаван. Все подробности у Татьяны Козырь. Муравленковцы просили оказать материальную помощь, посодействовать трудоустройстве. Звучали темы благоустройства города, улучшения жилищных условий, переселения из районов Крайнего Севера. Большинство обращений горожан решаются положительно. Обратился житель города, ему была задержана выплата заработной платы. Он работал в фирме, которая находилась в поселке Уренгой. И в размере 173 тысячи выплата заработной платы при поддержке заместителя губернатора Бессонова Аркадия Леонидовича и директора департамента Копырина Андрея Вячеславовича заявитель получил принадлежащие выплаты. На прием к первому заместителю главы администрации Андрею Лукьянову пришла молодая женщина, которая подала документы как работник бюджетной сферы на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Я не представить не могла, что я столкнусь с такой проблемой, что в городе Муравленко нет первичного жилья. Дело в том, что главное условие для участия в этой программе – приобретение жилья у застройщика. Но в Муравленко строят новые дома только в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Давайте с застройщиками пообщаемся, потому что у нас в тех последних домах, которые вводились в прошлом году, в этом году у нас два дома вводятся. Давайте я вопрос этот проработаю вместе с управлением муниципального имущества, переговорю со всеми застройщиками. Константин Железнев собирается открыть в городе фермерско-крестьянское хозяйство со своим молокозаводом. Денежные средства на развитие дела планирует выиграть в конкурсе «Агростартап». Но для участия в нем необходимо, чтобы все документы на помещение и землю были в порядке. Нужно будут стоиловые именно приобрести стойки, подстоилы, парильные агрегаты. Сейчас вопрос такой, что на данном земельном участке я нахожусь без всякого договора. Сроки общественника поджимают. Заявителю рекомендовано обратиться в фонд поддержки предпринимательства, где могут оказать помощь в оформлении документов на участок земли. Всего на прием к представителям власти обратились 12 человек. Всем гражданам даны разъяснения, обращения взяты на контроль. Татьяна Козырь, Антон Иванов, Новости Муравленко. Татьяна Козырь, Антон Иванов.